Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы Букинфорум студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных событиях недели ушедшей, расскажем о новых не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Заботиться о будущем нужно сегодня. Глава региона в ходе рабочей поездки проинспектировал социально значимые объекты областного центра. Главный праздник государства. 15 марта Беларусь отмечает День Конституции. На Брещене прошли торжественные мероприятия, посвященные 20-летию заглавного документа страны. Созвучие слов идеологии и идеал. Идеологи Брещен подвели итоги работы в новых условиях, с новыми кадрами и новыми задачами и решениями. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Что день грядущий нам готовит? На этот вопрос отвечали руководители Открытого акционерного общества Брестский комбинат строительных материалов главе региона Константину Сумару в ходе рабочей поездки губернатора по социально значимым объектам областного центра. В центре внимания модернизация производства и выполнение поставленных ранее задач, ведь заботиться о будущем, подчеркнул Константин Сумар, необходимо сегодня. И касается это не только предприятий, но и таких всемирно известных объектов, как мемориал «Брестская крепость-герой» – символ мужества и героизма народа, проявленного в год Великой войны. Руководитель области ознакомился с ходом реставрационно-ремонтных работ в юго-восточной казарме. Именно тут будет создан новый музей, посвященный истории крепости, который планируется открыть 22 июня. С подробностями Лариса Смолович. Инспекционная поездка главы региона Константина Сумара на Брестский комбинат строительных материалов не стала неожиданностью, но и не напрягла руководителей предприятия. Если дело делается, то и разговоры можно вести обстоятельно и показать есть что. Хозяйский глаз руководителя области не упускает ни одной мелочи. Проблемное предприятие, коим было КСМ, с протекающей кровлей и нерентабельным производством, сегодня не узнать. За полтора года после заключения инвестиционного договора с Брестским областполкомом, который выделил на модернизацию порядка 30 миллионов долларов, освоено 11 и 30 процентов запланированных работ сделано. И для меня было сегодня важно посмотреть, что изменилось за эти два с половиной года. И я сравнив работу предприятия КСМ Брестского и КСМ Бироза. Да, Бироза давно уже сделала модернизацию, поэтому там эффективность Рабдота намного выше, там и зарплата выше. Я вижу, что мы уже в этом цеху находимся, где через пару месяцев она пойдет и будет выпускаться более 2 миллионов квадратных метров плитки в год дополнительно. Я убедился, что есть перспектива дальнейшего развития этого предприятия с производством плитки, только одной плитки, примерно на 10-12 миллионов квадратных метров. Процесс идет с опережением, а потому есть надежда закончить модернизацию раньше срока, но работы еще немало, а движение вперед предполагает качественное исполнение. Предстоит еще до 30 миллионов за 4 оставшиеся года еще инвестировать. За это время мы сделали, скажем, больше 30 процентов, работы уже сделано. На сегодня мы стоим перед запуском нового производства, совершенно нового производства керамической плитки, что позволит нам увеличить экспорт предприятия в два раза. Если сегодня мы экспортируем на миллион долларов примерно, то позволит нам в месяц, то позволит нам это сделать примерно 2 миллиона долларов будет экспорт в месяц продукции в Россию, Казахстан, Литву и Украину. Выпуск керамической плитки, которая весьма востребована на внутреннем и внешних рынках, по аналогам европейских производителей, вот конечная цель нынешнего руководства предприятия. В планах выйти на показатель, о котором раньше не мечтали – 9 миллионов квадратных метров увеличить линейку коллекционной плитки. Так что в скором времени брещане станут производить не простую плитку, а настоящие шедевры. И что немаловажно, на предприятии работает в прямом смысле слова политика импортозамещения. В скором времени плитка сделана из белорусского материала, не будет уступать по качеству итальянской или испанской. Мы максимально здесь используем наше сырье, а именно глину месторожения «Щебрин» и месторожения «Хабы», которые нам государство выделило в прошлом году. Идет его освоение. Сегодня Брестский КСМ претендует на звание ведущего в своей отрасли предприятия и уже в апреле планируется запустить новые линии, аналогов которым нет в Беларуси. Но выпуск керамической плитки предполагает ручной труд. Он и останется, но платить за него должны больше. Разговаривая с коллективом, Константин Сумар, конечно же, поинтересовался заработками на КСМ. Сказал этим руководителям, что при таком ручном труде надо, чтобы тарыв был хотя бы на процентов 10-15 увеличен. Я думаю, что не это увеличить, потому что все-таки ручной труд, и люди не виноваты там, что невозможно больше сделать производитель труда. Как ли не работает, так и он. А ручной труд, он все-таки тяжелый. Вывод один. Когда к организации производства подходят с душой, тогда и результат налицо, и нет разницы, какой формы собственности предприятия. Еще раз убеждаюсь, что нельзя бояться того, что вот когда будет предприятие где-то частное, значит тут уже будет хуже. Наоборот, я вижу, что предприятие имеет перспективу, как я уже говорил, и имеет возможность увеличить в разы еще и производительность труда, и объемы производства, и самое главное, и зарплату, оплату труда людей. И я думаю, что здесь все идет правильно. Вторым объектом посещения, который проинспектировал глава региона, стал мемориал «Брестская крепость-герой». Правильнее новый музей, который планируется открыть к знаковой дате для Беларуси 22 июня. Новый проект расскажет не только о цитадели в военное время, но и в период после 1945 года. Уже известно, что в музее будет 8 залов, посвященных разным темам. Конференц-зал, оборудованный по последнему слову техники, а также выставочный и смотровой залы. Сегодня научные сотрудники ведут напряженную работу по созданию экспозиции «Музей войны. Территория мира». Музей будет коренным образом отличаться от экспозиции Музея обороны Брестской крепости. В каком-то плане это будет продолжение темы войны, темы защитников крепости, которые встретили здесь войну, на территории Брестской крепости, оказались в плену, в плену немецком, которые, наверное, перенесли участь непризнания как защитников, как бойцов Красной Армии в связи с тем, что оказались в плену, и перед признанием. Строительные работы практически завершены. За время реконструкции освоено 8,4 миллиарда из выделенных 15 компаний «Белтрансгаз» российского «Газпрома». Создание проекта завершается, а потому все то, что будет представлено в новой экспозиции, научные сотрудники пока не раскрывают секретов. Уже в скором времени можно будет увидеть воочию. Мы, конечно же, будем стараться. И люди, которые работают здесь, я должен сказать, очень ответственно работают. Где-нибудь 22 июня мы сможем посмотреть, уже открыть вот это музей. Сегодня, 15 марта, белорусский народ отмечает важный праздник. 20-летие со дня принятия основного закона Беларуси – Конституции. К этому дню в нашей стране приурочены различные мероприятия и акции, в рамках которых сотни молодых людей впервые получают самый значимый документ – паспорт гражданина Республики Беларусь. Мы, граждане Республики Беларусь, 10 берестейских школьников с гордостью произнесли своеобразную клятву, получив из рук главы нашего региона Константина Сумара первый взрослый документ – паспорт на торжественное мероприятие, которое прошло в Брестском театре. О празднике молодости и молодых расскажет Кристина Купрякова. Конституция Республики Беларусь положила начало современной летописи нашей страны – летописи суверенного государства. За 20 лет в Синеокой произошли серьезные изменения. В экономической и социальной сферах. В нашем государстве выросли показатели в медицине, промышленности, спорте, расширилась география экспорта. Принятие основного закона реализовало стремление белорусского народа быть полноправными хозяевами на своей земле и определило в Беларуси важнейшие принципы порядка. За этот промежуток, короткого времени, наша страна завела себя как страна. Не только, что она провозгласила когда-то о том, что она самостоятельна, что она строит свою политику, но самое главное – своими делами. Показали, что Беларусь – это та страна, которая самодостаточна, которая восстановила свое производство и в промышленности, и в промышленном комплексе. И самое главное, что ту политику, которую когда-то начинал наш президент, она была поддержана людьми. Сегодня это понимает и подрастающее поколение. Сотни школьников получили или скоро получат свой первый главный документ – паспорт. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции, Константин Сумар вручил его десяти ученикам. Все они достигли успеха в спорте, культуре и науке. Для меня это очень значимое событие, потому что я становлюсь полноправным гражданином. Это как ступенька в какую-то новую жизнь. Ты становишься взрослее и понимаешь, что уже скоро, как 18 лет, надо искать работу, ты будешь ходить уже на выборы. И ты относишься к этому очень важно, но одновременно и я волнуюсь, потому что это событие очень значимо. На сегодняшнем мероприятии присутствуют молодые ребята, 14-летние граждане, которые сегодня впервые получают свой основной документ – паспорт гражданина Республики Беларусь. Ну а также сегодня в зале присутствуют студенты наших высших учебных заведений города Бреста, которые будут впервые в этом году осуществлять свое право, которое дает им Конституция, избирать органы власти. С появлением документа, открывшего дверь во взрослую жизнь, паспорта гражданина Беларуси, ребята приобрели право выбора и право голоса. Уже через несколько лет они смогут пойти на первые в их жизни выборы и повлиять на будущее нашего государства. В любой ситуации, как бы мы не относились к выборам, и как бы не относились люди к власти, надо идти на выборы. Я к чему веду разговор этот? Потому что есть еще категория людей, к счастью, она небольшая, которая где-то недовольна чем-то, то, что делается, например, сегодня, или то, что сделано было вчера. Но и в какой-то степени, может, это неправо, потому что не все вдало за это время, или вдается сделать все, чтобы были хорошие, прекрасные дороги, чтобы построили мы в достаточном количестве жилья, чтобы было строение дворовой территории, но это делается. Я считаю, что это одно из самых, так сказать, величайших событий в моей жизни, так как в этом мире без паспорта ничего нельзя сделать. Не участвовать в выборах, ну, и даже не иметь своего собственного мнения. Я смогу активно участвовать в жизни Беларуси и своей гимназии. И, то есть, я могу как-то повлиять на состояние своей страны и улучшить его. После торжественной части мероприятия все участники праздничной церемонии смогли насладиться концертом, посвященным Дню Конституции. Творческие коллективы нашего города поздравили брещан с праздником. Несмотря на то, что 20 лет по историческим меркам это немного, белорусы ценят и уважают этот юбилей. Ведь наша республика состоялась как суверенное государство, наивысшей ценностью которого является человек и его правовые интересы. А значит, в рамках истории молодого государства два десятилетия – это достаточно большой отрезок времени, за который белорусы построили прочный фундамент для дальнейшего развития синеокой. В продолжение темы. Паспорт – один из главных документов гражданина суверенного государства. Он удостоверяет личность человека, подтверждает гражданство. И если паспорт – это личный документ гражданина, то Конституция государства принадлежит всему народу. В этом году исполнилось 20 лет со дня принятия Белорусской Конституции. К этой дате в городе Бресте каждый год подходит по-особенному, но неизменным остается одно – в этот день и накануне проходят мероприятия, на которых вручаются паспорта граждан Республики Беларусь самым активным и инициативным юношам и девушкам. Накануне свой первый взрослый официальный документ получили молодые люди Ленинского района города над Бугом. Церемония прошла в самом знаковом месте областного центра – Музея обороны Брестской крепости. Подробнее в материале Анастасии Ноздринпотницкой. Сегодня у Станислава Мороза ответственный день. Он с нетерпением ожидает торжественное вручение своего первого официального документа – паспорта гражданина Республики Беларусь. Отмечен стас администрации школы не случайно. Молодой человек учится на отлично, занимается спортивными танцами и активно участвует в жизни своего любимого учебного заведения – средней школы номер 20. Юноша весьма польщен, что сегодня вместе с ребятами из других школ и гимназий удостоится особой чести. Он уверен, если постоянно трудится, тогда все будет по плечу. Я увлекаюсь спортивными танцами. Я вначале-то не хотел идти, меня-то девочка с класса позвала. Но в итоге, когда я начал занимать призовые места, меня втянуло, и теперь мне это очень нравится. Достичь своей цели на самом деле не так, что и сложно, если только верить, что ты сможешь это сделать. Кроме паспортов, в торжественной обстановке молодым активистам были вручены удостоверения члена Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Для Максима Рыжова, как и для его сотоварища из средней школы номер 20, этот день особенный. Выпускник областного лицея сегодня получает свое заслуженное удостоверение. Максим долго шел к своей цели, постоянно работал над собой. Считает, что новый документ станет для него проводником в новую, не менее интересную жизнь. БРСМ – это возможность для молодежи участвовать в действительности самого государства. И считаю это просто волшебным, потому что именно кому, как ни молодежь, в этом участвовать. И мне, естественно, будет дана возможность в этом участвовать, и я этого ждал очень долго. Под эгидой Союза Молодежи проходит много разных акций, где принимают участие не только Союзная Молодежь, и они как на них равняются, им подражают. Ну и, конечно же, с первичными организациями, которые у нас существуют в учреждениях образования, с этим комитетом первичных организаций считается вся остальная молодежь, так как это движущаяся сила любой школы. В Ленинском районе города Бреста к молодежи всегда относятся с особым вниманием. Креативные инициативы юношей и девушек поддерживаются со стороны администрации и, что немаловажно, реализуются. Проведение акций в преддверии Дня Конституции глубоко символично, потому что именно этим молодым людям с активной гражданской позицией жить в современном белорусском государстве. И именно им предстоит строить успешное будущее. Сегодня у нас время такое, когда на самом деле нужна инициатива, нужны новые идеи, нужен творческий подход, нужна образованность наших людей. Поэтому сегодня, конечно, мы как органы власти на наших молодых людей делается большая ставка, потому что в конечном итоге это будущее нашей страны. Вы смотрите итоговую программу на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Основным условием мощи и стабильности любого государства выступает сплоченное общество, опирающееся на свои духовные ценности и вековые традиции. Как отметил руководитель белорусского государства Александр Лукашенко, цитата, «Общество не может существовать без целостного свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан». Конец цитаты. То есть без идеологии. Попытки существования государства без идеологии неминуемо приводят к ослаблению механизма государственного управления, обострению социально-экономических отношений, к упадку духовно-нравственных ценностей в обществе. Наглядный пример тому события, которое сегодня происходит в соседней Украине. Об этом и не только говорили на этой неделе собравшиеся руководители отделов и управлений, редакторы газет и телевидения, на итоговые коллегии Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облсполкома. Подводились результаты работы за год в новых условиях после оптимизации госаппарата. Высказывались мнения, определялись приоритеты. Но самое главное, говорили о том, что необходимо еще сделать, чтобы идеология стала созвучной слову «идеал». Одним словом, идеологи высказывали идеи. А они – идеи. Это капиталы, которые приносят проценты лишь в руках людей, которые смотрят в будущее. Лариса Смолович продолжит тему. Если отталкиваться от капиталов идей, которые есть у брестских идеологических работников, можно смело утверждать, что все они люди с весьма солидным багажом, поскольку инициативности, креативности, творчества, вкупе со знаниями и практикой у них более чем достаточно. А потому, подводя итоги 2013-го, сложного года, следует отметить, что практически со всеми задачами справились. Было не просто объединение таких, на первый взгляд, несвязанных управлений, как идеологическая культура, и по делам молодежи наложило свой отпечаток. Опять же, замечу, только лишь в положительную сторону. Так говорят сами работники вертикали. Это же отмечают и в ведомственных министерствах. Сегодня идеология получила мощный резерв воздействия в виде сфер-культуры и молодежной политики. По значительной степени обновилась идеологическая вертикаль не просто за счет прихода структуры новых людей, а в результате того, что новички во многом представляют собой людей творческих и харизматичных, что позволяет надеяться на то, что в идеологической работе произойдут определенные позитивные изменения. Наступило время, когда мы не должны ожидать только откуда-то сверху определенного указания, а искать какие-то новые решения в поиске этих новых источников, учиться зарабатывать сами. Но вместе с тем надо не пригнуть палкой, никоим образом не забыть о воспитательной роли культуры, потому что культура – это, в первую очередь, идеология страны. И в принципе, я бы называл, как когда-то было сказано президентом, что культура – это, наверное, наша национальная идея, в первую очередь. Поэтому мы не должны забывать как раз за всеми услугами, которыми оказывает культура – воспитательную роль, образовательную роль культуры и не только молодого поколения, но и целого общества. Не секрет, что основным условием мощи и стабильности любого государства выступает сплоченное общество, опирающееся на свои духовные ценности и вековые традиции страна не может существовать без идеи, объединяющей всех людей. Идея – и есть эта пресловутая идеология. Журналисты, учителя, правоохранители, руководители предприятий, чиновники – все они вместе формируют мировоззрение. Но вот как подходить к этому формированию, чтобы задело все струнки души, чтобы всколыхнуло и не оставило безучастным – это уже другой вопрос. Следует убрать формализм и безразличие самому идеологу. От слов следует перейти к делам, уметь сказать так, чтобы зацепило. Это касается и предстоящих выборов в местные советы депутатов. У нас, если взять, каждый руководитель, начиная от уровня председателя облсполкома и до бригадира, какого-то мастера, они по-своему идеологи. И они в первую очередь, независимо это, парламентские выборы, или выборы главы государства, или местные советы, они в первую очередь должны своим подчиненным, своим работникам разъяснить эту картину, для чего проводятся выборы, суть этого всего, что это дает. А главное, чтобы люди были убеждены в том, что да, надо принять участие в этом, а за кого они голос отдадут свой? Наверное, за того человека, с которым работают, которого знают, а не тот, который только на площади в ладоши хлопает или что-то еще делает. Это моя такая точка зрения. Белорусы не ходят на Майданы. Они решают все в поле выборов, в спокойной обстановке, раздумчиво и всегда как-то с пониманием того, что происходит в стране. Агитировать нам, ну, я вам скажу, что когда реализована социальная сфера, в реализации социальной сферы идеология идет вроде бы впереди, а вроде бы как бы и в тени. Поэтому я думаю, что нам будет достаточно сказать, чтобы высказать свою волю и свои предпочтения. Достаточно на выборы прийти. С точки зрения того, кого мы будем выбирать, ну, кто работал, дал результат, того и выберем. Понимаете? В принципе, люди-то знают. Да, люди знают, люди все это чувствуют. Ну, другое дело, что может быть. Вы знаете, как говорят в народе, да? Да, тело заплывчиво, дело забывчиво. Напомнить немножко, что как оно было и что мы имеем сегодня. И как оно есть. Да, как оно есть. А человек разберется. Понимаете? Я думаю, здравый белорус всегда разберется. А для этого необходимо действовать. На Брещине проведена немалая работа в этом плане. Общественно-политические мероприятия готовятся не для галочки в отчете, не для отписки. Огромное внимание уделяется средствам массовой информации. Толчком к активному творческому процессу является ежегодный конкурс среди редакций печатных СМИ, телевидения и радио. По 17 номинациям победители награждаются дипломами и премиями. Уровень регионального медиапространства растет, а читатель и зритель заставляет работать еще лучше. Сохраняя идеологический аспект, сохраняя информационный аспект, дать человеку больше информации, над которой стоит подумать и больше узнать. Понимаете, то есть вот это та линия, по которой сегодня придется идти, хотим мы этого или не хотим. Основой работы в 2014 и в последующих годах должна стать одна задача создания идеологии со звучной слову «идеал». Идеологии, которая консолидирует наше общество, еще крепче сплотит граждан страны в единый белорусский народ. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске, события которого с нетерпением ждут как поклонники хорошей музыки, так и молодые исполнители, которые сегодня пока только мечтают о большой сцене. Побороться за звание лучшего ежегодно на форум приезжают десятки вокалистов из разных стран мира. И Брещина, край людей талантливых и музыкальных, также не остается в стороне. Накануне в городе Надбугом прошел областной отборочный тур для берестейских дарований, которые мечтают спеть на сцене Витебского амфитеатра в рамках конкурсных программ уже этим летом. Подробности в нашем следующем сюжете. Областной отборочный тур Международного фестиваля искусств «Славянский базар» состоялся накануне в городе Надбугом. За право представлять Брещину соревновались 18 конкурсантов в двух возрастных группах – от 7 до 12 лет и от 18 до 31 года. Подобный отбор на областном уровне проводится не ежегодно. В минувшие несколько лет участники, желающие побороться за звание лучшего, должны были отправлять заявки на фестиваль самостоятельно. На этот раз компетентное жюри дало свою оценку и рекомендации каждому конкурсанту в рамках областного смотра. Наша задача сегодня не столько оценка, сколько наших участников информировать о том, что проходит такое мероприятие, что будут последующие отборочные туры. И члены жюри сегодня должны порекомендовать, кому можно участвовать в последующих отборочных турах этого фестиваля. Славянский базар – событие, которого с нетерпением ждут тысячи поклонников из разных стран. Форум искусств давно стал не просто чередой музыкальных концертов, а настоящим праздником красоты, музыки и творчества. Но традиционно одно из центральных событий – это песенное первенство, куда мечтают попасть сотни исполнителей со всего мира, в том числе и юные берестейские таланты. Я бы очень хотела в будущем стать певицей, получить такую профессию, что связано с моей карьерой. Мне здесь не страшно выступать, потому что я уже на сцене не первый раз, и я просто решила поучаствовать. Я еще много раз наблюдала за этим конкурсом, и мне он очень понравился. Но если для юных дарований подобные конкурсы больше веселое и увлекательное приключение, то взрослые конкурсанты готовятся к форуму более чем основательно и участвуют только с настроем на победу. Представительница города Бреста на областном отборочном туре Ирина Кульбеда по ее собственному признанию петь начала раньше, чем говорить. Мечты о сцене тоже родом из детства, и фестиваль искусств – новая ступень, которую хочется покорить. Я пою с самого детства. То есть сначала в школе пела, потом в университете опять лет училась и выступала, сейчас в университете закончила, и дальше продолжаю петь. Всегда хотела петь, буду стремиться к тому, чтобы петь. Были такие моменты, задумываешься, может, не надо все-таки, и потом так – нет, надо, будем идти до конца. И такой настрой на победу обязательно принесет хороший результат, ведь именно настоящее и искреннее желание, а также стремление к достижению поставленных целей – это первые и самые главные шаги на пути к покорению вершин музыкальных и не только олимпов. Анастасия Стропко, Андрея Щерба, Антон Луговкин специально для итоговой программы. На этой неделе мировая общественность отмечает Всемирный день сна. Наверняка многие воспримут этот праздник с большой долей иронии. Однако психиатры, кардиологи, неврологи и терапевты сходятся во мнении, что от бессонницы и расстройства сна страдает каждый второй житель планеты. Впервые тему о необходимости сна подняла ученая-дама Мария Моносеина в 1882 году. Она экспериментировала со щенками и сделала вывод, если длительное время не давать животным спать, они умрут. В результате своих опытов ученая пришла к заключению, что сон является жизненно необходимым явлением в природе. Виктория Драгобецкая узнала, чем полезен сон и почему этот праздник лучше всего встречать в обнимку с подушкой и одеялом. Детство – самое благословенное время, когда можно заниматься чем угодно. Хочешь в футбол гоняй, хочешь в куклы играй. Был лишь один негативный момент – спать нужно ложиться рано. Мы решили проверить, как сегодня дело обстоит со сном у малышей. Отправившись за ответом в детский сад, нашему удивлению не было предела. Сорванцы в обеденное время превратились в спящих ангелов. Сон важен для детей, потому что во сне они растут. И мы их тоже стараемся в этом убедить, убеждаем в этом родителей, что дети маленькие, еще даже может быть не только в дошкольном возрасте, а и в начальной школе, они должны днем спать. Хотя бы в первом классе. Они отдыхают. И поэтому у нас приучены все к режиму. Режим этот нам предоставлен санитарными правилами. Спят все. Все потому, что успев вдоволь пошарить в течение дня, дети тратят столько энергии, что засыпают мгновенно. Казалось бы, студенты со своим не менее насыщенным графиком и умственными нагрузками должны спать чуть ли не 12 часов в сутки. Однако почти любой учащийся скажет, что сон – это пустая трата времени. Так же думает и Денис Тротюк. Будучий журналист настолько занят общественными делами, что не помнит, когда в последний раз видел сновидение. Сколько времени в сутки ты отводишь в сну? Ну, примерно 6-7 часов. А почему ты так мало спишь? Ну, учеба, работа, какая-то общественная деятельность, самообразование, возможно. Ну и, наверное, дело в том, что я еще живу в общежитии, а общежитие ложится спать очень поздно, даже, может быть, рано, вот, ближе к утру. Поэтому, наверное, вот как-то так. То, что у молодых людей тяга к подушке просыпается ближе к полуночи, объясняется просто. Выработка мелатонина или гормона сна у них начинается после 11 вечера. Это на 2-3 часа позже, чем у людей старшего возраста. Однако это не значит, что молодежь, которая вечно спешит жить, меньше нуждается в драгоценных часах в царстве Морфея. Тем, кто упорно продолжает бодрствовать, грозят серьезные проблемы со здоровьем. Рекорд на самое долгое отсутствие сна составляет 18 дней, 21 час и 40 минут. Участник эксперимента рассказал о галлюцинациях, паранойи, ухудшении зрения, о проблемах с речью, концентрацией и памятью. Кстати, похожая история с теми, кто пересыпает положенные 8-10 часов. Поэтому спать нужно с умом. Сейчас, вот ранней весной, человеку тоже нужно спать где-то на час-полтора часа в среднем, дольше, чем обычно, для того, чтобы помочь организму совершить ту большую работу по перестройке организма на летний режим работы. То есть, если человек в среднем спал где-то 7-8 часов, то сейчас ему можно спать обязательно в 8-9 часов, для того, чтобы все было хорошо. Знаменитый анкличанин Уильям Шекспир, как и его предшественники, греческие драматурги, черпал вдохновение в своих снах, благодаря которым мир узнал Гамлета и Леди Магбет. Аналогичная история и с великим мастером сюрреализма Сальвадором Дали, который давал своим полотнам название, ориентируясь на сновидение. И так в царстве Морфея происходит не только восстановление организма. Сон – это особый мир символов и ключ к потаянным струнам нашей души. Поэтому, как знать, возможно, проснувшись одним прекрасным утром, вы напишите «Мировой бестселлер» или в порыве вдохновения создадите очередную даму с горностаем. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды» на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. В воскресенье ожидается резкое похолодание. Дождь, кратковременный снег и слабую метель, порывистый ветер обещают на воскресенье жителям области Синоптики. Столь неприятное похолодание будет оказывать глубокий, активный североатлантический циклон, который начнет смещаться с берегов Гренландии. Значительно понизится и температурный фон 1,3 градуса со знаком «плюс» в ночные часы и не более 5 градусов тепла в течение дня. В понедельник, 17 марта, погоду обусловят фронтальные разделы и неустойчивые воздушные массы, смещающиеся со Скандинавией. Сохранится неустойчивый характер погоды. Днем пройдут кратковременные дожди. Некомфортности первому рабочему дню недели прибавит и порывистый западный ветер. Температура воздуха значительно понизится и составит минус 1,3 градуса в ночные часы. Температурный фон дня будет чуть выше, воздух прогреется до 6 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok